Дорогие коллеги, я рада вас приветствовать на торжественной церемонии вручения премии «Стремление». Вы посмотрели два ролика. Первый – это 2002 год, длинный, но интересный. Спасибо Аделе Лайшеве за него. И это был тот год, когда впервые интерньюс в Кыргызстане запустил профессиональную награду в области журналистики «Стремление». В этом году мы ее возобновляем. Это пятый конкурс, и «Стремление» проводилось практически уже 10 лет. И для нас это очень знаковое событие, поскольку мы хотим возобновить эту премию на ежегодной основе и сделать ее действительно такой важной и знаковой вообще в журналистике. Я волнуюсь указываться, извините. Все доброе, все доброе, все доброе. Да, по поводу «Стремления» я хочу сказать, что действительно было очень много работ. В этом году мы работали по заявочному принципу. То «Стремление», которое изначально было, поскольку интерньюс делал такую очень широкую интервенцию в области развития СМИ, интерньюс сам отслеживал, каких журналистов, какие работы будут награждены. Это немножко другой тип, скажем, конкурса, организации конкурса, и он более сложный. Здесь мы принимали по заявочному принципу и действительно получили очень много работ. У нас было 7 номинаций различных. И вот в основном в ТВ и в онлайн. Ну вот наш ведущий расскажет вам более подробно о конкурсе, он хорошо готовится. И не так реально волнуется, как я, потому что это действительно очень важно для нас. 20 лет, 10 лет не было «Стремления», такие вот большие даты, поэтому очень-очень важное для нас мероприятие сейчас. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы очень гордимся, во-первых, тем, что мы собрались. Было очень радостно со всеми с вами общаться, обмениваться мнениями. Спасибо за ваши отзывы по самому мероприятию. Пожалуйста, те, кто не запомнили анкеты, запомните, дайте нашим ребятам, потому что мы будем организовывать такое же большое мероприятие индустриальное в следующем году. Естественно, нам важно знать, что вы думаете. Я еще раз хочу поблагодарить всех гостей, кто смог выбрать время и приехать к нам в Кыргызстан. Я благодарю всех своих коллег, местных экспертов, кто выступили. И, конечно же, всех вас, кто пришли в эти воскресные замечательные солнечные дни, не поехали в горы, не поехали на рывалку, а именно пришли сюда для того, чтобы поучиться, пообщаться. И действительно принести свою вот эту позитивную энергетику на наш форум «Медиа Токтор». Я сейчас хотела бы вручить, прежде чем я уйду и предоставлю слово нашему ведущему Сергею Долгенкову, я хотела бы вручить наши призы за лучшие посты в социальных сетях. Выводятся они у нас уже? Значит, за лучший твитинг, лучшую твиттер-трансляцию. Сейчас, где у нас награждается? Награждается хама Лукбек. Это Лукбек Анышев. Лукбек молодец. Такие сочные, очень качественные. Вот эти замечательные святки, 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 полтора, постовки по-русски, логотипов он принес всем нашим победителям в номинации. Да, в конкурсе по хэштегу. Значит, лучшая фейсбук-трансляция с множеством-множеством видео. Награждается у нас, узнаете себя? Салам, радио. Лукбю Амирова, пожалуйста. Ну и последний наш пресс. Вообще, хочу всем сказать спасибо. И спасибо Билайну, который нам предоставил высокоскоростной интернет. У нас действительно не было проблем, по крайней мере, у меня не было проблем с интернетом. Все что-то постили, шерили, селфились. Спасибо всем большое. Я думаю, что вы все получили большое удовольствие и от фотографий в том числе. Итак, лучшие селфи. Алтуна Анисайва. Мы перейдем к самой церемонии. Я предоставляю слово нашему замечательному ведущему Сергею Долженкову, который расскажет все и покажет. И мы наконец-то увидим победителей конкурса. Спасибо. Ответственный момент. Добрый день, дорогие друзья. Да, ну это формальная часть. Мне сказали, что здесь сегодня все абсолютно неформально. Уже два дня общаются. Это хорошее настроение. Собственно говоря, друзья, позвольте выразить огромную благодарность всем, кто здесь собрался, потому что для меня лично большая честь хотя бы покасательно прикоснуться к такому замечательному, я уверен, что можно сказать самое главное, историческому событию. У меня здесь два аргумента. Во-первых, все-таки средства массовой информации. Недаром говорят, что четвертая власть, если я правильно помню. Ну и, наверное, в нашей стране это как нигде актуальная информация, поэтому, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы делаете свою работу и приезжать в соседние страны хочется иногда гордиться тем, что у нас такие замечательные, открытые, честные СМИ. Спасибо вам большое. Нам издавраю, что подобного рода премии это большое мерило, благодаря которому можно увидеть, кто же все-таки лучший и объяснить друг другу, почему это происходит. Поэтому отдельная благодарность тем, кто организовал это мероприятие, замечательной команде интерньюз-миропрогресса, интерньюз-глобал. Спасибо большое. Мы начинаем. Сейчас маленькая тренировочная билочка. Я знаю, вам не терпится, вы в ожидании, но все-таки это такой важный момент, который мы потом будем вспоминать. А пока ваши аплодисменты друг другу, друзья. Спасибо большое. Если позволите, я традиционно, хотя бы до того, как мы начнем, немножко разогреть с вами ладони, потому что перед тем, как все запускается, самые главные слова, нужно сказать тем, без кого это мероприятие было бы просто невозможно. Ну и самая первая благодарность. Я уверен, что вы на нее отреагируете очень правильно. Без кого? Без вас, ребята. Это просто бы не случилось. Поэтому все те, кто здесь, в будущем, может быть в конкурирующих организациях, собрались под одной крышей, обсуждают общие насущные проблемы и, конечно же, вместе решают, каким образом насытить наши средства массовой информации честной, доброй, ну и, собственно говоря, объективной коммуникацией. Спасибо вам. Ваши аплодисменты себе, любимым. Поехали. Первое. Самое главное благодарность. Второе. Я думаю, что здесь уже было сказано, но я уверен, стоит повторить это еще разом. Мы как бы будем говорить о том, что это стремление, поэтому есть одна замечательная компания, которая олицетворяет собой такой, знаете, пример международного стремления. В первой стране эта команда начала трансформироваться из просто на компанию, которая предоставляет собственную связь в диджитал-организацию. Очень открылась. Перестала хранить какие-то секреты, развивая этот рынок диджитальных услуг. Ну и, собственно говоря, сегодня вместе сами с нами, за что им большое спасибо. Кстати, сегодня победителем от компании «Билайн» будут еще и очень ценные подарки. Компания «Билайн», давайте вместе ответим благодарности. Спасибо. Само собой, есть бренд, который может, ну, собственно говоря, абсолютно честно называться национальным. Конечно же, эта команда, которая взяла курс на диверсификацию уже сегодня, ее на, скажем так, портфель может насчитывать, если я не ошибаюсь, но мне кажется, я прав, порядка 50 бизнесов. Аюхолдинг, давайте им поаплодируем. Спасибо большое за воду, ну и, собственно, за шипучую воду, которая сегодня у нас во время фуршета будет подаваться абсолютно всем. Еще один пример, я уверен, что для меня лично это эталон стремления. Команда, которая шла, не взирая на барьеры, это команда, которая просто для себя избрала настоящую страсть, и эту страсть эта команда держит по сей день. Легенда центрального зима азиатского джаза, люди, которые сыграли в Берланд, Нью-Йорк, которые сыграли в Геннеди Холл, Вашингтон, люди, которые являются по сути своим частым приглашаемым и упоминаемым в странах центральной Азии. Команда Солтон Пимманс, ваши аплодисменты. Я очень надеюсь, что с таким же рвением, с таким же хорошим настроением и восторгом вы будете аплодировать всем тем, кто будет подниматься на эту сцену. Честно знаю, наверняка вы бывали на этом месте не раз. Я лично бывал, когда не вы выходите на сцену, аплодировать очень не хочется. Но давайте договоримся, что это самое главное для того, чтобы развиваться и стремиться по-честному, по-настоящему, по-партнерски поддерживать всех тех, кто будет выходить сюда на сцену. Обещаете? Спасибо, ребята. Давайте, да, давайте будем пропагандировать эту игрушку в будущем. Я, кстати, спрашивал у Ирины, может ли эта площадка стать международной, потому что, мне так кажется, странам Центральной Азии как минимум очень важно подобного рода проекты делать. Я очень хотел бы, чтобы этой международной площадкой стал именно Кыргызстан. Очень надеюсь, что это произойдет. Скоро с ним пальцем, но обо всем по порядку, все в будущем. Но пока. Десять лет назад прошла четвертое премия стремления. За это время поменялось очень многое в нашей стране. Я думаю, что вы, как никто, знают обо всем этом. И вот спустя уже практически десять лет мы с вами встречаем пятую премию стремления. Итак, сейчас хотелось бы сказать, что в этом году на конкурс стремления было подано порядка ста работ от 58 медиа-компаний Кыргызстана в 7 номинациях для телевизионных и онлайн-медиа. Конкурс проходил два этапа. Сначала отбирался лонглист, который формировала целая комиссия. Ну и, собственно говоря, после этого оценивал международное жюри. И сейчас я бы хотел познакомить вас с нашими уважаемыми представителями коллеги жюри. Итак, председатель жюри Марс Тулигенов, известный тележурналист, который начал работать на телевидении в 99-м году, медиатренер. Динара Суймалиева, руководитель национального филиала межгосударственной телерадиокомпании МИР. Увы, Динара Суймалиева с нами нет, но я уверен, ваши аплодисменты до нее долетят. Элима Чабарова, меди-специалист, 20-ти дневным стажем, эксперт интерньюс по контенту. Олег Хаминов, старший советник интерньюс-нетворк, член советов и директоров глобальной сети журналистов, расследователей. Давайте мы тоже поаплодируем он сегодня тоже где-то не в стороне, но тем не менее душой он с нами. Толкумбек Тудубай, фрилансер, медиатренер, он уже вместе с нами. Толкумбек, пока ждем ваши простые приветствия, скоро вы подниметесь к нам на сцену. Александр Поливанов, заместитель главного редактора издания «Медуза», журналист. Увы, тоже сегодня не присутствует, но душой он с нами, друзья. И, наконец, скажу без куплю, человек, который по ночам готовился, сильно переживал о том, чтобы все это было по-настоящему дружеским. Ну и, собственно говоря, действительно вложил сюда всю душу. Мадана Асламазяна, один из старейших сотрудников интерньюз, лучший директор интерньюз России, интерньюз Европы, в настоящее время медиасоветник интерньюз в Кыргызстане. Ну что, как вы уже поняли, все члены жюри находятся сегодня, не все, увы, находятся в зале, но я уверен, что те, кого нет, они хотели бы поделиться с нами своим приветствием, поэтому, друзья, обратите внимание на экран приветствия от отсутствующих членов жюри прямо сейчас. Привет, это Саша Поливанов, заместитель главного редактора «Медузы». Я с большим интересом прочитал и посмотрел работы признанной на конкурсах. И какие-то были успешными, точными и по классным темам, какие-то, кажется, не менее точными. Но, так или иначе, во всех них я хотел обратить внимание на одну вещь, которая меня поразила, а именно, что они на техническом уровне выполнены, на довольно хорошем уровне с привлечением новых технологий инфографики какой-то довольно любопытной. Почти во всех сюжетах, которые были на видео, были съемки с дрона, на которые потом что-то накладывалось. И это классно, правильно? Потому что современная техника и современные методы предоставляют журналистам очень много разных возможностей для того, чтобы лучше показывать, лучше рассказывать о своих мыслях, точнее и наносить. И классно, что это и есть в таком большом количестве работ. Спасибо. Я просмотрела присланные на конкурс работы и, конечно, при том количестве компаний, более 50 компаний, которые сегодня на них есть, хотелось бы, чтобы работ на конкурсе было больше. И, конечно, хотелось бы, чтобы и уровень работ был выше. Честно скажу, судить было строго, судить было сложно и приходилось судить строго, но скажу, что я не очень строго судила, давая аванс, потому что, если честно, большинство работ вылетели вообще. Пришлось давать коллегам авансы, но, безусловно, была одна-две работа сильных, которые я и отметила. Я очень много работал в Кыргызстане и был очень рад читать и смотреть потерялых людей, которые когда-то у меня учились. Я рад, потому, что жанр в журналистике и расследовании и специального репортажа в Кыргызстане находятся в достаточно хорошем состоянии, потому что многие работают у меня на правом параде. Привет вам всем и желаю удачи и новых совершений в журналистике. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, дамы и господа, давайте вместе начнем церемонию вручения наград. Итак, мы начинаем наше стремление. Сейчас, с вашего позволения, приглашаю на сцену председателя жюри Марса Тульгенова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это то, что приемлет дольства, поэтому вы часто просмотритесь возрастами, которые возрастали на геометке. Это сейчас связано с учебниками. Кодай, говорим, выучилительный учебник продолжение. Ушул, которые были в истории, что у нас есть интернерские ловки, в том числе, когда мы получили много индустрии, они были созданы и праздними в их лечении. Ушул, которые были в мире, в Чиндинге очень многое, многое на самом деле было. Это очень многое имя, но у нас есть в мире. Существует, как и в Чиндинге. Ушул очень многое, чем это было в России, а в Истинге очень многое. Мы пришли к нам, сообщениям, дискомфортным. Прямо мне, конечно, это то, что вы пришли к нашим детям, в чем у нас есть, мы их должны Tyкнлит. Я знаю, что в черный каши сочетан. Я использую полный приветствор на сегодняшний день, У нас есть небольшая составка, давайте ее таким образом церемонию нашу официально засветим. Итак, мы объявляем номинацию «Специальный репортаж на ТВ». Игорь Негода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это всегда трепетная процедура, начинать всегда непросто, но я думаю, что со своей стороны поясню очень важный момент, что у нас было подано несколько работ. Из них три вошли в шорт-лист. Собственно говоря, в этом порядке мы сейчас отмечаем Мамурятов. Ну и тот, кто поднимется на сцену третьим, автоматически можно сказать, что ему присуждается первое почетное место. Но пока мы продолжаем, Марс Мурзан, пожалуйста, вам слово. Красотка. Евгений Кипятлонов. Таджик Кыргыз-Чегарасундарекурналы Чаговдургандумычу Нияз Ташматов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня с вами группа, да? Да, наконец, друзья, сейчас мы узнаем победителя нашей первой номинации. Все, внимание. Субтитры делал DimaTorzok По всей видимости, генеральная сертификация, мы все же не знаем. Вместо самого получают награды у коллеги. Благодарим. 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 Старый Шуравкат, ведь не Шуравкат, не на день. Спасибо большое, друзья, провожаю свои следования. Ну, конечно, друзья, давайте двигаться дальше. Мы переходим к следующей номинации. Новостной репортаж на ТВ. В этой номинации жюри выделила работу. Элизан Садар-Алиева и Элизан Аттелдова. Секунду, 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 секунду. Не торопитесь, вас встретят официально. Итак, давайте для начала посмотрим составку. Ну и с большим удовольствием на сцену приглашаю члены жюри Мару Асламазян. Подвожу аплодисменты. Еще раз добрый вечер. Я, к сожалению, должна выучить только два пресса, потому что было очень грустно. Вообще, очень удивительно для нас, для всех членов жюри было то, что очень сложных номинаций, журналистские расследования, журналистский специальный репортаж, лонгриф. Было большое количество замечательных работ, и нам было очень трудно выводить. А вот в самом главном, в самом главном деле, которое, в общем, для телевидения и онлайн новости, то есть сюжет, с чего вы начинаете ваше обучение, с чего начинаются ежедневные, там, я не знаю, первые ваши шаги в журналистике, у нас, к сожалению моему большому, было не очень много интересных работ, и жюри решила выделить только две. Первое. Теплом в этой номинации получает Элиза Абжолтоева. Пожалуйста. Ее нет, Олег, друзья, кто есть? Откуда Элиза Абжолтоева? Вы можете получить за нее? Пожалуйста. Ну, в этой номинации при этом есть победитель. Победитель Элиза Абжолтоева, которая сделала замечательный материал, очень загадочную историю, как в какой-то семье. Родители думали, что у них родятся близнецы, а родилась одна дочка. В результате история пока не закончена. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова И, конечно, здесь все хорошо. Да, кто пошел? – Спасибо. – Спасибо, грари. – Спасибо. – Спасибо субтитры. – Спасибо. – Ну, собственно говоря, я традиционно в роли ведущего Объявляю номинацию «Новости в онлайн». Ваши аплодисменты, друзья. Но у жюри здесь есть определенное мнение. Пожалуйста, Монава Ванцовна. Я с большой грустью объявляю о том, что в этой номинации мы не нашли даже дипломантов. И это очень грустно, потому что, с одной стороны, возможно, это как бы олицетворение некой тенденции, потому что в онлайме новости превратились в перепечатки, в смысле, в публикацию отрывков и спецрелизов, и мы не увидели ни одной новости, в которой бы журналист был бы на месте событий, написал бы новость, вел бы репортаж и так далее и тому подобное. Поэтому мы даже не изготовили специальные заставки. К сожалению, я надеюсь, на будущий год, когда интернет будет проводить этот конкурс, там будут уже интересные работы. Но, поскольку мне не удается вручить этот приз, мне жюри заверила вручить другой приз. Вы знаете, мы смотрели много работ, и, конечно, мы судили по номинациям. У нас вы подавали на определенные номинации, мы судили ваши работы с точки зрения именно специфических особенностей того или иного жанра, в который вы подали ваши работы. Но, тем не менее, мы жюри, мы люди свободные, мы люди больные, и поэтому мы для себя решили, что номинации номинациями, но у нас есть две работы, которые на нас произвели большое впечатление. И мы вручаем этим, как бы, двум журналистам специальные жюри, дипломы, специальные призы жюри, просто дипломы в память о том, что мы, как бы, порадовались, увидев эту работу, удивились, увидев эту работу, и очень рады, что мы можем этой людей наградить. Можно одну секунду до того, как вы это сделаете? Просто нужно понять в комментарии, куда двигаться-то теперь, что если у нас нету, это какая контенция, что теперь любой житель страны, выложив новость, он может стать участником конкурса, или, может, порекомендуйте ребятам, что делать? На самом деле, не любой, потому что мы не делаем конкурс гражданской журналистики. У нас профессиональная премия для профессионалов журналистики, которые работают в средствах массовой информации. Мы их уже СМИ не называем, мы сегодня говорили о том, что это, скорее всего, уже не СМИ, не средства массовой информации, а средства массовой коммуникации, но, тем не менее, конкурс проводится в среде профессиональных журналистов. Если мы будем проводить конкурсы для гражданских журналистов, блогеров и так далее, это совсем другая история. В данном случае мы вручаем специальные бюджеты жюри именно профессиональным журналистам. И первый из номиналов в этой номинации это Ассиент Петрусуна. Сталин тратит на все советы мотивов с 75 миллионов рублей. В принципе, в основном, в уровне жизни ярославляет в морской осужденном поле. С начала 1938 года ударная работа Литвыне подруговатского и выиспеченного Ивана Луцманова достигает рекордных темпов. Это прекрасная работа и поразила нас. Вы знаете, что это настоящая докудрама, это документальный фильм, это репортаж, это расследование с огромным количеством визуальных эффектов, интересных ходов и при этом с огромной проделанной большой журналистской работой. Я очень рада за эту работу. Поздравляю вас. Браво. Спасибо большое. У нас еще одна работа. Это Ассель Минбаева. Эта работа поразила вот наш тем. Вы знаете, я, честно говоря, для меня это было открытие. Я не знала, что в Средней Азии инфекционные убеждения граждан запрещают врачам, паталоканатомам проводить то, что обязательно необходимо к деложалению делать после ухода разных детей, для того, чтобы понять причины ухода и так далее. Поэтому это очень сложная работа. И Ассель Минбаева отнеслась исключительно бережно к этой сложнейшей, я бы сказала, очень противоречивой теме. И мы хотели ее наградить. Никого нету из ее, из друзей? Ну хорошо, тогда мы потом это будем. А есть кто-то? Близ, пожалуйста, давайте вас включать. Надеюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марина, я хочу сказать это насколько не только Ассель, а целой командой, которая делала это в Англии. Он действительно замечательный. И в начале в Англии есть голосование, где люди голосовали о том, готовы ли они отдать своего родственника, паталоканатому. И в конце Лангрида, после того, как человек почитал, он тоже мог отвечать на этот же вопрос. Результаты разные. То есть после прочтения Лангрида многие понимали, что это нужно делать. Спасибо. Не услышал я для себя ответ на вопрос, что делать, а чтобы в следующем году у нас был победитель в этой номинации. Учиться, 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 еще раз учиться, экспериментировать, пробовать. Два дня подряд все наши спикеры...